27 января в нашем музее открылась выставка «Город Якутск. Вехи истории». Эта выставка является завершающей почти в двухлетнем проекте, приуроченном к столетию ЕССР, в рамках которого в нашем музее в течение двух лет выставлялись улусы и города Республики Саха-Якутия. В каждом, ну практически в каждом улусе есть краеведческие музеи, либо какие-нибудь муниципальные музеи. И вот они все приезжали сюда к нам и в наших выставочных залах представляли историю и культуру своего региона. Вот где-то в среднем по месяцу такие выставки работали у нас в течение двух лет. И вот последней такой выставкой, ну не последней по значению, стала выставка, посвященная истории, собственно, нашей столицы, нашего города, города Якутска. Работает она у нас с 27 января, как я уже сказал. Ну тоже где-то месяц она будет стоять точно, возможно, мы ее дальше продлим. Находится она у нас в главном корпусе на втором этаже, в выставочном зале по адресу проспект Лейна, 5, друг, 2, Якутский музей имени Емельяна Ярославского. Проектная команда работала над этой выставкой, все сотрудники нашего музея. Ну, собственно, я являюсь автором концепции выставочной. Также вот работали сотрудники нашего отдела, Вина Курова, Матрёна Семёновна, Прибылых Евстафьев Петрович. И работники фондов, и наши художники, вот все приложили руку к этой выставке. Вот. Те экспонаты, которые у нас здесь представлены, это все на 99% экспонаты нашего музея. Из фондов Якутского музея имени Ярославского получилась такая выставка. Ну, надо сказать, что это, конечно, не все экспонаты, посвященные городу Якутску, которые есть в наших фондах. Но, к сожалению, мы сейчас ограничены как бы пространственно и посредством, чтобы показать все предметы. Но это и нереально на самом деле физически, показать все предметы в той или иной степени, связанных с Якутском. Поэтому мы решили сделать такую выставку. Ну, мне ее нравится называть выставка впечатления. То есть не какой-то как выставка-учебник, да, где ты пришел и все вот досконально узнал о истории города Якутска. Потому что, ну, выставки музейные, они сейчас не могут соперничать, по большому счету, с какими-нибудь интернетовскими ресурсами, скажем, да. Ну, или с книгами, в частности. Вот поэтому сейчас в музее люди ходят больше не за знаниями, а за впечатлениями. То есть можно здесь у нас на выставке, например, увидеть какую-нибудь вещь, экспонат, да, и у разных посетителей она может вызвать разные эмоции. Там, например, если это какая-нибудь советская вещь, она может там ностальгию вызвать, да, у посетителей старших поколений. А если вот более молодые посетители, им, возможно, будут интересны какие-то мультимедийные элементы, которые есть в этой выставке. Аудиогиды или фотоальбомы в инфокиосках, которые расположены. Ну, одной из особенностей этой выставки является то, что визуальный ряд экспонатов, они дополнены кваркодами, посредством которых можно с помощью своего смартфона прослушать аудиосопровождение этой выставки. И это аудиосопровождение заключается в основном в различных записанных историях или воспоминаниях, которые оставили различные путешественники, краеведы-исследователи или просто жители города Якутска вот о жизни в нашем городе на протяжении нескольких столетий. То есть, ну, здесь есть как рассказ о обосновании города Якутска и постройке нескольких острогов, которые мы знаем под названием ленских или якутских, начиная от Петра Бекетова, заканчивая Преклонским и Кравковым. То есть, это весь 17 век, воспоминания и записки, там, скажем, писателя Гончарова, и романаха Макария, ну, чиновника Щукина. Это те, которые бывали в Якутске, скажем, в 19 веке. Также здесь приведены фрагменты из книги Григория Андреевича Попова. У него достаточно известный в узких кругах труд «История города Якутска». Есть там очень интересные сведения о Якутске приведены. О советском периоде на нашей выставке рассказывает Евгений Кузьмич Суровецкий, один из основателей клуба старожилов города Якутска, который вот свое детство и юность провел в Якутске 20-30-40-х годов и оставил очень интересные воспоминания, фрагменты из которых мы тут уже представляем. Данная выставка является также своеобразной презентацией одного из экспонатов новых нашего музея. Это вот этот макет Якутской крепости второй половины 17 века. В 2022 году была специальная федеральная программа по закупке музейных экспонатов для музеев республики. И в рамках этой программы, помимо закупки других экспонатов, вот наш музей заказал изготовление данного макета. В одной из московских макетных мастерских был сделан макет Якутской крепости 1686-1700 годов. Это то время, когда Якутская крепость достигла своих максимальных размеров и наиболее красивой, на мой взгляд, была. В нашем музее хранится несколько планов, составленных якутскими краеведами, планов Якутской крепости имею в виду. И по этим планам, по техническому заданию, составленному нашими сотрудниками, мы заказали как раз данный макет, который вы здесь можете видеть. Одна из особенностей этого макета. Макеты Якутской крепости делали несколько раз на самом деле. Но вот этот интересен тем, что помимо крепостных построек, здесь можно видеть еще постройки, которые находились внутри крепости на самом деле, которые до этого никто не показывал и очень мало кто знает, что находилось там в крепостных стенах. Но здесь вот на этом макете мы можем видеть. Начиная от каких-то хозяйственных построек, амбаров, погребов, заканчивая домом воеводы и деревянной Троицкой церковью в стене встроенной. Все это здесь можно увидеть. Это Якутская крепость, переносилась, как известно, много-много раз, ну четыре, если быть совсем точным, четыре раза. И вот этот макет показывает как раз четвертый вариант крепости. И этот четвертый вариант крепости, самый большой и самый красивый, находился в районе условно-современной площади Дружбы. То есть там, где находится театр оперы и балета, хореографическое училище, институт гуманитарных исследований, памятник Кулаковскому, старый ЗАГС, районы улицы Каландрашвили, проспект Ленина, улицы Петровского и переулок Жиркова. Вот примерно в том районе когда-то стояли крепостные сооружения. К сожалению, до наших дней ничего практически не напоминает об этом. Хотя единственное напоминание о истории XVII-XVII века и в какой-то степени о истории Якутской крепости – это каменный Троицкий собор на улице Каландрашвили. Он был, собственно, встроен во внутреннюю структуру крепостных сооружений в свое время. И это все, что от тех сооружений того времени и осталось. К сожалению, он пока что находится на реконструкции, но здание, в принципе, видно, в том числе из площади Дружбы. И отталкиваясь от него, можно представить точное место и примерные размеры крепости. Здесь мы можем видеть такие художественные элементы в виде, можно сказать, гирлянды или каких-то просто башен, которые висят. Это своеобразное разделение выставочного пространства на три части. Вот здесь есть такая гирлянда в виде башни Якутского острога и еще одна такая же, можно сказать, занавес в виде памятника Ленину. Эти элементы разделяют пространство на три части. Первая часть — это 17-е и начало 18-го века, основание города. Вторая часть — Якутск до революции. И третья часть, которая отделена памятником Ленина, так скажем, посвящена советской части истории или вехе, потому что выставка называется «Город Якутск. Вехи истории». И вот это разделение на те вехи, которые разделяют историю нашего города. Выставка называется «Город Якутск. Вехи истории». И вот три основные вехи, почти 400-летняя история нашего города мы постарались показать на этой выставке. То есть Якутск времен основания 17-го, начала 17-го века, дореволюционный Якутск и Якутск советский, до эпохи позднего СССР. Еще надо сказать, что по данной выставке особый смысл проводить экскурсии мы не планируем, потому что она в основном предназначена именно для индивидуального просмотра. То есть полный набор впечатлений от нее можно получить, именно бродя по ней самостоятельно. Этому помогает помимо таких художественных элементов, разделяющих выставочное пространство, собственно, кваркоды с аудиорассказами, о которых я уже говорил, и такие вот навигационные метки в виде следов человека. Собственно, они показывают маршрут осмотра данной выставки. И на них написаны также разделы. На выставке есть несколько знаковых и уникальных экспонатов. И первое место, пожалуй, здесь занимает вот эта каменная круглая плита с памятной надписью «Начало XVIII века». Вообще, надо сказать, что по истории XVIII века о городе Якутске практически не сохранился какой-то вещевой ряд, можно так сказать, то есть экспонаты XVIII века. Вот когда фонды нашего музея формировались в конце XIX века, еще от XVIII века на тот момент уже ничего не осталось фактически. И как-то считалось, что, может быть, не надо их собирать. То есть до нас почти ничего не дошло. Но у нас есть вот такой вот уникальный экспонат. Это плита с фасада воеводской канцелярии. Здание, которое является первым каменным зданием города Якутска, Якутии и, наверное, вообще Восточной Сибири. Возможно, даже первым каменным зданием, построенным на вечной мерзлоте. Это здание, канцелярия стояла как раз на территории Якутской крепости в районе современной площади Дружбы. Оно было довольно небольшое. Построено в 1707 году мастерами, специально приглашенными из города Тобольска. Потому что, естественно, в Якутске не было мастеров каменных дел, которые умели каменные дома строить. Поэтому пришлось их вызывать из столицы тогдашней Сибири. Они сюда приехали и построили воеводскую канцелярию и Троицкий каменный кафедральный собор. Собор сейчас сохранился и является старейшим зданием города Якутска. Он на реставрации в данный момент находится. А канцелярия в конце 1980-х годов была, к сожалению, большому разобрана. И от него всего осталась только вот эта вот плита, которая находилась над главным входом, как бы была вмонтирована в фасад. И на ней мы можем видеть памятную надпись о том, что вот это вот здание в городе Якутске в 1707 году повелел построить сам лично царь всей Руси. Тогда у нас царь был Петр Алексеевич, знаменитый Петр I, Петр Великий, который специально разрешил постройку и направил сюда специально мастеров. И вот эта вот плита, такой яркий, как бы сказать, след 18 века истории Якутска. Он не случайно здесь практически в центральном месте. Первое, что видит посетитель, заходя в этот зал, именно вот эту вот плиту. В центре выставочной зоны, посвященной дореволюционному Якутску, находится такой вот островок выставочный с предметами быта горожан дореволюционного Якутска. И это экспонаты из наших фондов. Их на самом деле не так много, но мы попытались подобрать визуальный ряд. Из предметов, которые нашему музею в свое время подарили горожане и старожилы. Как бы люди, чьи семьи не одно поколение жили в городе Якутске. Ну, например, здесь вот я стою с предметами, большая часть которых подарила семья полицинских Маливанчук. Это была фамилия, достаточно известная в Якутске в первой половине 20 века, Иулиана Наумовна Полицинская. Вот звали женщину, которая пользовалась вот этими вот вещами. Их семья, проживающая в Якутске, вот такой вот шкафчик они передали, посуду. И там еще советские предметы есть. Вот еще одна знаменитая семья города Якутска, это были Расторгуевы, это династия учителей. Вот Галина Адриановна Расторгуева была в 90-е годы председателем клуба старожилов города Якутска. И она, например, вот подарила музею вот эту вот швейную машинку. Дереволюционного еще производства, причем она как бы зарубежная. Это немецкая фирма Норма. Ну вот все знают о фирме Зингер, это вот немножко другая фирма, но не менее качественная на самом деле. Ну она настолько качественная, что она, насколько я понимаю, вот пользовалась этой швейной машинкой до недавнего времени. Вот весь 20-й век с помощью ней шили, то есть она до сих пор работает в прекрасном состоянии. Вот как ее еще до революции изготовили, так она и центральная как бы часть стоит. На данной выставке, кроме еще вещей, представлено множество карт и планов старинного Якутска, которые составили еще в 18-м, 19-м и начале 20-го века. А вот, например, я стою рядом с планом города Якутска и его окрестностей, составленным Пантелеймоном Васильевичем Поповым в 1917 году. И вообще надо сказать, что у нас на выставке представлено несколько документов авторства Пантелеймона Васильевича. Не только вот несколько карт города Якутска, но и также вот в витрине можно видеть его рукопись, описание города Якутска, на основании которого несколько лет назад Якутский музей совместно с Национальным архивом Республики Саха-Якутия издал вот этот замечательный атлас, историко-географический атлас Якутска 1917 года, где представлено описание подробнейшего города и его кварталов начала 20-го века. Замечательный источник по истории и культуре нашего города. Один из старинных планов города Якутска, оригинал хранится в нашем музее, это план Якутска середины 19-го века, 1846 года, если будете более точным. И это, можно сказать, первый генеральный план застройки города Якутска, сделанный по указанию Николая I Николая Павловича, царя российского того времени. И здесь мы видим город Якутск в его, так скажем, исторических границах и с более-менее уже выделенными улицами. Вот это, можно сказать, первый план улиц города Якутска, потому что до этого тоже существовало несколько планов, но они очень хаотичные, то есть там даже улицы практически не угадываются. А здесь мы видим уже такую, как бы, более-менее планировку и видим уже выделение современных улиц. Ну, самое главное, это вот улица Большая, которая, как мы видим, пересекает весь город с юга на север, то, что мы сейчас называем проспектом Ленина. Самый старинный план города Якутска, который хранится в нашем музее, датируется 1770 годом. И вот здесь мы видим копию этого плана. Это один из самых вообще первых планов на самом деле города Якутска. Есть еще один немножко постарше, он хранится в Санкт-Петербурге, если я не ошибаюсь. А у нас такой. И на самом деле город в 18 веке сильно не менялся, и можно говорить о том, что практически весь 18 век вот в таком вот виде город просуществовал. Население его тогда составляло где-то 3-4 тысячи человек различных, как бы, сословий. Кстати, еще интересен этот план еще по дворовой описью. То есть к этому плану прилагается еще список домовладельцев города Якутска. Всего их 374 домовладений. То есть это не значит, что в городе 374 человек проживало. Это значит, что было 374 домовладельца. А у них в домах еще много семей проживало. Ну вот из особенностей плана то, что вот в глаза бросается, это хаотичность застройки. Вот улиц практически нет. Вот возможно чуть-чуть вот намечается первая улица. То, что впоследствии станет улицей большой, а в 20 веке проспектом Ленина. И это, пожалуй, вот единственное, что как бы более-менее вот за прямую улицу можно принять. Это скорее такое направление, которое связывало два важных района города. Первый, это, собственно, район Якутской крепости. Вот здесь, кстати, тоже его план немножко уменьшенный. Мы можем видеть. И эта улица направления идет вплоть до южной окраины города, северной, то есть, извините, окраины, до Якутского Спасского монастыря. Вот здесь вот он обозначен. Он тоже был окружен оградой каменной. Правда, вот здесь вот такая территория пустоватая. Это связано с тем, что план 1770 года был сделан, а прямо перед этим был сильный пожар в Спасском монастыре, и практически все его постройки сгорели, поэтому территория пустоватая выглядит. На самом деле она тут была до этого застроена и будет застроена еще позднее, в 19 веке. Но вот на момент составления полана тут пустовато как бы получилось. План очень интересный и позволяет, кроме того, что где находилось, позволяет еще понять, именно какие сословия и где они, кто именно жил в нашем городе. Потому что помимо, тут тоже нужно видеть список домовладельцев, кроме их имени-отчества, здесь еще очень часто написано именно сословия. То есть там крестьянин, мещанин, казак, сотник, священник, солдат, офицер. Вот здесь вот все это перечислено, и можно примерно так понять. Но правда, надо сказать, что как-то не странно, каких-то вот прям слобод, то есть мест компактного расселения, какого-то сословия в Якутске 18 века не было. То есть все довольно как бы перемешано, но определенные закономерности все-таки можно выделить. Вот, например, более привилегированная часть города, она вот как раз в районе центральной улицы где-то сосредоточена. Здесь вот вдоль берега в основном купцы проживают. Ну это такие как бы более-менее четко выделяющиеся категории населения. Ну вообще все это очень интересно. Вот можно видеть, что вот залог достаточно, ну вот заложный район уже в 18 веке достаточно плотно был застроен. Ну вот здесь вот лавки гостиного двора обозначены, то есть ну как бы торговые центры, да, вот рядом с крепостью и на берегу в районе старой крепости. Вот, ну что еще можно сказать? Что... Ну город относительно небольшой, то есть вот все его пространство от частично заложного района до района монастыря. Сейчас монастырь, это территория как раз Якутского музея имени Ярославского, там где мы с вами находимся. То есть вот, собственно, границы города таким образом. И от берега реки до озера Талая. В разделе, посвященном советскому периоду, также можно увидеть предметы, характерные для советской эпохи. Ну в частности, вот, например, такой телевизор Рубин, один из первых самых массовых телевизоров, производимых в СССР. Вот какие-то вещи, бытовые предметы. Ну вот опять же, визуальный ряд дополнен вот такими вот кодами о бытии и жизни горожан в советском как бы периоде у нас рассказывает ответственник Евгений Кузьмич Суровецкий. Как я уже говорил, это старожил города Якутска, первый председатель клуба старожилов города Якутска, который оставил, ну передал в дар нашему музею, в наши фонды, свою рукопись Якутск в нашем детстве и юности. Она называется, он ее написал в 90-е годы 20-го века, но там он описал вот свою именно юность 20-х, 30-х годов. Очень интересно он ее писал. В общем, эта рукопись может служить, ну как бы, основой для самостоятельной выставки о той эпохе. Ну вот мы так бы ее добавили. И вообще у нас тут вот еще предметный ряд. Вот, например, здесь вот стоит патефон, рядом вот висит QR-код, который называется Первый джаз. И там еще есть вот QR-код, который называется Танцы, где вот рассказывается как раз и вот о таких патефонах, которыми пользовались Якутские в 30-е годы, о том, какие вот мелодии слушали молодые люди, какие танцы танцевали, вот о Первом джазовом оркестре города Якутска 1935-го года. Вот, то есть это вот все надо как бы вместе слушать, видеть, воспринимать таким образом. Завершает раздел, посвященный советскому Якутску, вот такая вот экспозиция. В витрине мы можем видеть книги, изданные во времена Советского Союза, как с описаниями города Якутска, так вот очень интересная коллекция путеводителей туристических, изданных в Советском Союзе для туристов и гостей города, вот где собраны описания города Якутска и его памятных мест, а также вот такую вот коллекцию фотооткрыток, но это только часть фотооткрыток, которая у нас хранится, но которую тут вот мы смогли разместить в известных вот фотографах советского периода с видами города Якутска. Редактор субтитров А.Семкин